Платят карточный долг, но могут порезинить оплату за какие-то экономические поставки. Поэтому это вопрос нашей пари. Мы, образно говоря, еще раз, Денис Игоревич, мы с вами, образно говоря, рассмотрели ситуацию, когда стороны заключили пари между собой и передали потом спор на осмотрение Третьейского суда. Как только Третьейский суд вынес свое решение, проблем с исполнением этого решения у нас не возникло. Потому что здесь действуют еще социальные нормы. Вот так здорово помогает Третьейское разбирательство, этот механизм в урегулировании конфликтов. Посмотрите, пожалуйста, проиллюстрировалось это на следующем слайде, который я показываю вам. Видите, да, вот это решение. У нас Третьейский суд о взыскании долга. Вот это доллары, которые находятся в залоге. Знак стоп перечеркнут, потому что ворота проходной были открыты, обеспечение появилось, и все в порядке. Если вы не устали, уважаемые коллеги, можем рассмотреть еще одну конфликтную ситуацию, которая тоже относится к разделу нестандартных и парадоксальных, можно так сказать, сформулировать. Она была связана с машиностроительным предприятием. Еще лет 18 назад мы проводили реорганизацию крупного машиностроительного предприятия в Новосибирск области. На тот момент она называлась «Казачь» – Куйбышевский завод автозапчастей. Затем были переименования «Куйбышевский завод автодеталей». Но это не так важно. Важно то, что на этом предприятии – это крупное акционерное общество, созданное в процессе приватизации. 400 акционеров было принято решение о реорганизации бизнеса и выделении той части, которая производят фильтры автомобильные, от той части, которая производила карданные валы. Такое решение принято было на собрании акционеров и утверждено это решение. Реорганизация произошла, но фактически имущество не было передано. И вот спустя один год, когда руководители того и другого предприятия приняли решение о фактической передаче имущества, наконец-то они созрели до этого, возник вопрос, какое имущество передать. Ведь оно убыло, дебюторская задолженность стала другой, основные фонды самортизировали, оборудка вся изменилась, имеется в виду товары в запасе. Налоговые обязательства возникли. Налог за имущество примерно на 200 миллионов рублей по современным ценам, которые вынашивало материнское акционерное общество за то, что несвоевременно акционерное общество это имущество забрало. И вот как эту коллизию разрешить? Давайте я опять пояснение там необходимое. В лоб, который вариант приходит в голову, давайте мы произведем зачет. Например, у нас было одно имущество, мы попробуем зачесть его в виде другого имущества. Возникают вопросы по оборотам налога. НДС. Поскольку это имущество на миллиард рублей в современном денежном выражении, только на уплату НДС можно работать всю оставшуюся жизнь. Можно настолько сильно по налоговым санкциям непродуманное решение выработать не подходит. Опять же, вопрос об уголовной ответственности директора. Если генеральный директор поставит бумагу, которая имеет сомнительную юридическую силу,